Ну, во-первых, я прочитал сообщения в газетах, я никакого письма на Бюллине не видел и комментировать его поэтому не могу, потому что не все то, что читают в газетах, является... Еще раз, вот мы письмо не получили, я воспринимаю это письмо именно, если оно есть, надо это сначала изучить. Во-вторых, это рекомендательное письмо и, как каждая рекомендация, она, конечно, должна, так сказать, изучаться и, соответственно, меру следования этой рекомендации будут банки определять. Вот, ну, еще раз, мы должны изучить само письмо. Второе, для вашего просто понимания, если брать ВТП-24, у нас над каждым рабочим местным сотрудником, в каждом банкомате есть видеокамера, которая фиксирует все происходящее перед банкоматом, все происходящее в рабочем месте сотрудника и глубина хранения, вот полугода до года всей этой информации уже присутствует. То есть нам даже не нужно ставить какую-то дополнительную для этого технику. И второе, при выдаче кредита и при получении депозита у нас происходит фотографирование клиента с его согласия и в самой АБС привязывается депозит клиента к фотографии. То есть это просто делается для очевидного удобства, что когда сотрудник, вот, вы приходите, вы открыли депозит в Казани, вы можете приехать в Москву и получить деньги с своего депозита, в отличие от многих других банков. Но сотрудник, который будет вам выдавать деньги с вашего депозита в Москве, он когда будет выдавать, ваша карточка поднимется клиентом, будет ваша фотография. Очевидно, что если это будет не ваша фотография, то вас отправят, ну не вас, а того, кто хочет приступить под вашим именем, отправят и, возможно, вызовут полицию. Продолжение следует...